Поклонники телепроекта уже в курсе, чем закончилась безобразная стычка Бабенко, Рязко и Анастасии Болинской. Несмотря на то, что это далеко не самая страшная проектная драка, Бабенко и Болинскую без промедления выгнали Сейшел, а сама Оксана, судя по слухам, отлеживается в больнице после неприятного инцидента. Впрочем, у покалеченной участницы Дома 2 появился еще один повод сожалеть обо всех неосторожных словах, брошенных в адрес Каролины и Насти. В то время как Болинская старается не трогать ту, из-за которой она оказалась за периметром, потерявшая место в Доме 2, Бабенко молчать не стала. Экс-участница Дома 2 обиделась на Оксану Рязко и раскрыла ее главный секрет. Если верить Каролине, реальный возраст Оксаны не 29 и даже не 30 лет. Многие знают о том, что буквально недавно Ирина Пинчук и Роман Гриценко вместе отдыхали в ночном клубе. В периметр они вернулись лишь под утро, причем половину ночи парочка провела наедине друг с другом. Стоит ли удивляться, что теперь поклонники шоу гадают о том, где пропадали Ирина и Рома, в то время как одни не предполагают ничего криминального, другие убеждены в том, что домовцы уединились на съемной квартире, чтобы предаться плотским и техам. Несколько дней назад о своей беременности в периметре сообщила Богдана Николенко, в то время как саму Дану поначалу напугала перспектива стать матерью. К врах цели они стал скрывать свои радости. Но вот только детали из прошлого Димы, о которых стало известно только сейчас, наверняка повергнут Николенко в ужас, ведь отец ее будущего ребенка оказался обычным уголовником, возможно даже и наркозависимым. Как стало известно, в 2011 году Кварахцелия был осужден за кражу, а с 2013 года и вплоть до прихода на проект молодой человек отбывал наказание за хранение и распространение запрещенных препаратов. В сети не утихают разборки между Сашей Черно и Либерш Кпадону. Младка стала одной из тех, кто не только высказался по поводу неадекватного поведения Саши в стенах Дома-2, но и пообещала наказать девушку физически. Впрочем, сама Черно не осталась долгом. Как стало известно, уже в ближайшие дни определится место и время, когда девушки смогут сойтись в битве на перчатках. Правда, теперь Саше придется ответить не только за свою агрессию по отношению к окружающим, но и за свое обжорство. Возмущенная Кпадону не стала скрывать, что она в ужасе от пренебрежительного отношения Черно к перезагрузке, которую оплатили для нее ведущие. Либерш даже посоветовала организаторам наплевать на неблагодарную девушку, а возможность похудеть – разыграть между телезрителями. Более того, в качестве доказательства, что она права как никогда, Либерш выставила позорное видео, на котором худеющая Саша буквально обжирается запрещенными продуктами. Анастасия Кочервей продолжает мстить Андрею Шабарину. Проводя время в компании бывших и действующих участников, она целовалась с Андреем Денисовым. Видео в сеть моментально слила Виктория Борисевич. В сети появились слухи о том, что Алексей Кудрышов с Настей Болинской и ее мамой приглашены на съемки очередного ток-шоу «Дома-2». Ну что ж, будет очень жарко. Буквально недавно стало известно, что очередной дракой на проекте закончилась разборка между Романом Гриценко и Евгением Масловым, которую покажут на ТНТ лишь только через неделю. Гриценко, который буквально пару недель назад накинулся с кулаками на Артема Сороку, на этот раз налетел на Маслова, мотивируя свою агрессию, вызывающим поведением парня и его рукоприкладством по отношению к представительницам слабого пола. Впрочем, вряд ли сам Гриценко ожидал, что в стычке повредит себе руку и, что еще хуже, выколит глаз сопернику. После случившегося Маслов был экстренно госпитализирован, а его выздоровление, по слухам, займет минимум месяц. К слову, в периметр Женя больше не вернется. По поступающим срочным новостям, Гриценко, хоть и чудом, все же удалось сохранить за собой статус участника. Спасибо за просмотр! Рекомендую предыдущие интересные ролики. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик справа внизу под видео, чтобы не пропустить следующий выпуск.